МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он только что вышел, дал послушать шеф-редактору программы Ивану Куновальцеву. Он сын музыканта и сам музыкант в прошлом. Через два дня потрясенный Иван показал мне свою историю. Наслаждайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учительница первая ее. Зернистой хроникой на белом экране. Ее первая русская ученица, обжигаясь чаем, берет очередной заочный урок. Скоро новый зачет, запись второго альбома. Сегодня генеральная репетиция. Глаза в глаза, душа в душу. Эллочка – это нечто. Тут солнечное сплетение начинает отзываться на это пение. Вот именно где-то в тот животе, где-то здесь. Может, здесь находится душа, я не знаю. Ну, вот, как-то начинает болеть, что ли, от того, как это прекрасно исполняется. Вот Элла, когда поет. Я никогда не могу быть равнодушной. Я всегда... Меня завораживает ее вокал. Я в этот момент не могу отвлекаться на какие-то другие вещи, дела. Не могу просто слушать как фон эту музыку. Я обязательно слушаюсь. Даже если я 10 раз, уже 20-30 слушала это исполнение, я все равно, все равно не могу до конца. Мне это не может надоесть. Элла настраивает идеально, не хуже камертона. Без нее репетиция не состоится. Как не состоялась бы и запись дебютного альбома. С закрытыми глазами. Это не только название. Состояние. Только так, уверяет Карина, можно дотянуться до самых глубоких джазовых струн. Элла Фиджера тоже всегда с закрытыми глазами пела. Потому что момент такой сосредоточенности здесь присутствует. Когда я стою на сцене, я ощущаю, что я вот нахожусь в этот момент, где-то вот в центре своей души. Я должна сосредоточиться с открытыми глазами. Ну, это невозможно уже. Это же волшебство, вот это оно, рассеиваясь. Я не пыталась ее копировать, но это неизбежно. Я ее так много слушала, что подсознательно получалась похожа на нее. Но это не сознательно происходило. Ну, вот музыканты часто мне говорили, что я пою похоже на Эллу. Мне это даже почти обижало. Потому что я не хочу быть похожей на кого-то. Мне хочется быть самой собой, делать что-то, что отличается от других. Быть непохожей сложно. Особенно, если начинаешь как миллионы. Провинциалка. Кстати, совсем как Элла. Только одна из деревеньки в штате Вирджиния, а другая из деревеньки под Воронежем. Музыкальная росла девочка. К сельскому хозяйству непригодная. Спасибо родителям. Вовремя это поняли. Поскольку у нас дом большой, там много комнат, пожалуйста, пой во все горло. Соседи не мешают, они далеко. Дом частный. И я, в общем-то, наверное, вопила со страшной силой, я думаю. Но потом достаточно быстро меня отдали в город учиться музыке. В Воронеж. Музыкальная школа-интернат. У меня появились знакомые ребята, которые увлекались этой музыкой. И, в общем, у них я заимствовала вот эту запись на кассете. Первый раз услышала, да, вот Воронежа. Поразил меня в самое сердце. Джаз. Но мне казалось, что это невозможно. Невозможно так спеть. Невозможно. Это настолько замечательно. С таким мастерством исполнено, что это нереально. И никогда у меня не получится так же. Музыкальная школа-интернат. Когда стало получаться, захотелось за это получать. Джаз, хоть и не коммерческая музыка, зато хорошие исполнители всегда у коммерсантов в частей. Сегодня это называется словом корпоратив. Десять лет назад более понятным кабак. Да и коммерсанты тогда назывались просто бандиты. Смутное время раз на раз не приходится. когда наликом, когда и по шее. Ничего хорошего особенного нет. В ресторане перед жующей публикой спеть. Когда вдруг начинали говорить, что вы тут вообще такое развели, какую-то муть. Давайте мурку. Вот сейчас уже таких ситуаций как-то вот уже меньше, почти не возникает. А раньше это было достаточно часто, особенно когда я начинала петь. Когда приходишь на работу, думаешь, буду петь джаз, а тут вдруг столы накрыты с огромным количеством водки. Уже можно предположить, чем-то закончится. Но я, будучи неопытной, в то время с трудом справлялась с этой ситуацией. В общем-то, мне, конечно, не с ножом к горлу подходили, но почти с пистолетами. Что вы здесь такое? Надо вести в конце концов, переключали магнитофон. А нас выгоняли и денег не платили. Наверное, это забавно, но в тот момент мне не было забавно. Был просто вообще удар по моей психике. Сегодня психика в норме. Репетиция удалась. На Эллу не зря настраивалась. Звукорежиссер соврать не даст. Карина эту запись, собственно, как и все лучшее, непременно в деревню отошлет, ту, что под Воронежем. С тех пор, как провинциалка стала джазовой дивой, традиция у нее такая. Мои родители, они совершенно не имеют отношения к музыке, они занимали всю жизнь сельским хозяйством. Но они воспринимают это все равно очень хорошо, потому что это их дочь, и она стоит на сцене, и она поет, и, наверное, даже неплохо поет. И это, наверное, уже для них какое-то событие, всегда событие. Даже если я просто принесу им какую-то запись. Кстати, они на моих концертах в общем-то ни разу не были. К сожалению. Физически просто не могут приехать. Да и заняты, хозяйственные у них там свои дела. В общем, не получилось пока. Очень жаль. Но, может быть, если в Воронеже состоится концерт, я надеюсь, когда-нибудь в моей сольной. Мне бы хотелось, чтобы они приехали. Афиши ближайших концертов Карины Кожевниковой. 20 минут на дне рождения у Н, полчаса на вечеринке у Б и большой сольный концерт в маленьком джаз-клубе за полночь. Вполне себе вокальное счастье. Но даже если девушку путают с Эллой, это не значит, что скоро начнут путать с Аллой. На попсовую фабрику Карина, конечно, не ходок. Образование не позволяет. Но все же, как не мечтать хоть о капельке славы? Хоть чуть-чуть, как у Аллы. Хоть чуть-чуть, как у Эллы. Хочется признания, но не могу сказать, что я из кожи вон лезу, чтобы какое-то признание приобрести. Нет. Мне достаточно признания в своей среде джазовых музыкантов. Достаточно. Но хотелось бы, чтобы, конечно, пусть не очень широкая публика но тоже как-то вот меня признала. Хочется все равно. Я же все-таки стараюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok